Евгений Юрьевич, в Севастополе проводится бесплатная юридическая консультация для ветеранов, насколько мне известно. Расскажите подробнее об этом. Смотрите, после присоединения Крыма к России у ветеранов возникли огромные вопросы, связанные с их особо правовым статусом. И после того, как к нашей компании было очень много обращений среди ветеранов и ветеранских организаций, общественных организаций, было принято решение, что наши специалисты должны будут оказывать правовую поддержку, бесплатную юридическую консультацию ветеранов. После договоренности с общественными организациями ветеранскими, мы приняли это, и заключение договоров мы приняли данное решение. На сегодняшний момент мы проводим бесплатные юридические консультации по следующим адресам. Основное, это по средам мы проводим, каждую среду по Ленина 43, это управление по делам казачества, бывший дом ветеранов. Также мы проводим еженедельные по четвергам в разных районах организациях. Это в Ленинском районе, адрес улицы Ленина 48, Гагаринский район по улице проспекта Теборской революции 8, Нахимовский район улицы Роза-Люксембург 50, Балаклавский район улица Новиков 14. А самое главное, что перед тем, как обратиться в организацию, лучше заранее записаться. То есть на Ленина 43 в управление по делам ветеранов, лучше записаться по телефону 54 07 58. Самые основные вопросы, которые возникают у ветеранов, это юридические, социальные вопросы, вопросы, связанные с льготами, вопросы, связанные с заменой удостоверений, вопросы ЖКХ, семейные права. Это вопросы, связанные с наследственным, заключением договора ренты. Также очень-очень много разных вопросов, которые на сегодняшний день у них возникают. О каких еще вопросах и с каким затруднением сталкиваются ветераны? И давайте немного анонсируем те темы, о которых мы будем говорить в последующих наших встречах. Ну смотрите, основной вопрос это все-таки разница между украинским и российским законодательством. На сегодняшний момент многие ветераны, те, кто имеет статус ветеран Великой Отечественной войны, есть же участники Великой Отечественной войны, есть ветераны Великой Отечественной войны. Это немного разные группы. Если в Украине это была как бы одна единственная, то есть не было никаких градаций, то в Российской Федерации это довольно-таки существенная разница. Если к ветеранам Великой Отечественной войны относятся работающие на объектах противопожарной охраны, это сотрудники полиции, милиции на тот момент, это жители, награжденные медалью блокадного Ленинграда и так далее, люди, работающие в тылу, но не менее шести месяцев, то участник Великой Отечественной войны – это люди, которые все-таки непосредственно с оружием в руках защищали Родину. И когда люди обращаются в ветеранскую организацию, к нам обращаются, вот эту разницу каждому нужно будет объяснять. И от этого зависит непосредственно их дальнейшее обращение. То есть это, к примеру, по льготам, кому получить дополнительные квартиры, либо сделать ремонт в квартире, либо получение каких-то дополнительных выплат. То есть это большая-большая разница. Поэтому по этому циклу приходится каждый раз будет объяснять. И мы сделаем программу, то есть, к примеру, возьмем семейное право, что, как людям нужно будет поступать непосредственно ветеранам, то есть как заключать, к примеру, делать дарственные. Потому что очень много людей страдают из-за того, что пришли, к примеру, заключили договор, либо содержание, либо дарственные. Даже не знали то, что заключили данные документы. И вот с поступлением этих проблем постоянно приходится их сейчас решать. И это нужно объяснять людям, как нужно делать, чтобы не попасться на какие-то уловки мошенников и так далее и тому подобное. Понятно, что работа эта очень важна, и она необходима нашим гражданам. Ну, все-таки, насколько действительно сложно людям старшего возраста воспринимать все эти моменты, разницы законодательств и прочие такие затруднения? Ну, на самом деле, очень сложно все это воспринимать. Если при Украине ветераны выдавали... Ну, очень часто выдавалось удостоверение ветерана Великой Отечественной войны по возрасту. То есть, возраст 80 лет, и человек получал удостоверение. Неважно, был ли он в тылу работал, неважно, служил ли он в постоянных войсках, воевал ли он с оружием, ничего такого не было сделано. То есть, выдали все по возрасту. И сейчас они обращаются, как, к примеру, переоформить данные документы на ветерана Великой Отечественной войны, или участника Великой Отечественной войны. И приходится этим вопросом, они говорят, вот нам не переоформляют там, нам не переоформляют там. Вот по украинскому законодательству было так, по российскому сейчас вот так. И поэтому для них, для восприятия это очень и очень сложно. Поэтому наша задача непосредственно, а, упростить, и, б, непосредственно, чтобы у них меньше затрачилось времени на это. Потому что, может быть, зачастую их вопросы решаемы сразу и на месте. Чтобы как раз... Зачем, к чему заключается наша передача? Для того, чтобы, когда они нас увидели, посмотрели, чтобы они могли даже и не ходить куда-либо, к примеру, к вам обращаться на телевидение, либо обращаться в ветеранские организации, либо писать тому же самому президенту, а просто могли посмотреть передачи и сами сделать себе, могли выводы, что вот нам нужно сделать так-то, так-то, так-то. Вот это основная задача. Упростить их жизнь. Чтобы они непосредственно не переживали, не бегали. Их и так осталось не так много. Их и так сложно. Наша задача сделает, чтобы их жизнь намного ярче и спокойнее. Но непонимание – это одна проблема. Но есть еще и практическая сторона вопроса. То есть, ваша компания занимается только предоставлением консультаций или еще непосредственно каким-то дальнейшим, дальнейшей помощью? Вы знаете, не так давно к нам обратилась ветерина Великой Отечественной войны. У нее произошли проблемы тоже там с квартирой. Вообще мы изначально занимались только вопросами консультационного плана. Но тяжело видеть, когда пожилые люди, ветераны, которым мы обязаны своей жизнью, вот это, соответственно, будущее, в котором мы живем, в котором уже будут наши дети, будут жить, мы обязаны им помогать во всем. Поэтому в некоторых случаях, это могут быть частные случаи, и исключительно, к примеру, действительно требующие нашей работы, колоссальной работы, чтобы что-то решить. Тогда мы беремся непосредственно полностью от А до Я до завершения дела. А в основном, говорю, люди приходят, чтобы решить здесь и сейчас. То есть, это обычный вопрос. Если да, есть сложный, конечно, мы будем заниматься, помогать в разных вещах. А если нет, можно сразу. То есть, большей частью приходят за разъяснениями? Да, в основном это разъяснения, потому что, ну, из-за того, что просто-напросто не знают, как им быть, что им делать. Ну, конечно, даже вполне молодые люди не всегда понимают разницу в законодательствах. Конечно. Евгений Юрьевич, в заключении давайте еще раз озвучим контакты, где проводятся консультации. Консультации проводятся по записи по телефону 54 07 58. Это Управление по делам ветеранов и казачества, располагающееся по адресу улицы Ленина, дом 43. А также в районах организации по четвергам. Первая неделя месяца четверга – это Ленина, 48, Ленинский район. Вторая неделя месяца – это Октябрьская революция, дом 8. Третья неделя – это Роза-Люксембург, дом 50. И четвертая неделя – это Балаклавский район, улица Новикова, дом 14. Спасибо большое за полезную информацию. Думаю, обязательно ветераны ею воспользуются. И спасибо, что пришли к нам. И до новых встреч. Спасибо. Следующие передачи цикла, посвященного правовым вопросам, с которыми сталкиваются ветераны, а также социальной помощи и льготам для этой категории граждан, будут транслироваться на нашем телеканале по вторникам и пятницам в 17.20. Напомню, сегодня у нас в гостях был генеральный директор Московского правового центра Евгений Соин. Эфир информационного канала «Севастополя» продолжается. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин